Ультразвуковое исследование матки и придатков Ультразвуковое исследование по другому УЗИ Одно из часто назначаемых исследований, которые необходимы для выяснения состояния женской репродуктивной системы Ультразвуковая диагностика является довольно информативным методом Повторить его можно необходимое количество раз без какого-либо ущерба для здоровья женщины Показания для УЗИ органов малого таза УЗИ матки, придатков и околоматочного пространства позволяет не только поставить точный диагноз Но и применяется этот метод исследования для профилактики развития патологии Такое исследование необходимо При нарушениях менструального цикла, независимо от причины, которая их вызвала Если у врача возникли подозрения на развитие новообразования в малом тазу Как фибромиом, так и кистеничников При подозрении на развитие воспаления, боли в животе, также к диагностике инфекции Для выяснения причин бесплодия Для контроля за развитием беременности на разных сроках Как делают УЗИ матки и ее придатков? УЗИ матки, шейки матки и придатков проводятся несколькими методами Отличаются они степенью информативности, видом применяемого датчика и самим методом исследования Трансабдоминальное исследование проводится широким датчиком через переднюю брюшную стенку Это самый простой, но наименее информативный метод диагностики Ультразвук поглощается тканями и в итоге картинка получается нечеткой Особенно если у пациентки есть лишний вес или она страдает повышенным газообразованием Также этот метод используется у пациентов, которые никогда до этого не вступали в половые контакты Трансвагинальная УЗИ матки является оптимальным вариантом исследования Датчик специальной формы вводится в облагалище И в результате картина обследования получается максимально достоверной Трансректальный способ портозвукового исследования Этот метод, при котором датчик аппарата вводится в прямую кишку Используется в случае необходимости детального исследования Когда по тем или иным причинам невозможно поместить датчик во влагалище Внутриматочное УЗИ проводится с помощью датчика Который через специальный зонд помещается непосредственно в полость матки Используется этот метод в редких случаях Например, при диагностике некоторых видов опухоли Для каждого метода существуют свои показания и противопоказания Поэтому назначать УЗИ должен врач Часто для того, чтобы получить максимально точный результат Исследование проводят несколькими методами Например, трансабдоминально и трансфобинально Как подготовиться к УЗИ в полости матки, самой матки и придатка И к УЗИ в области придатков Вам назначены УЗИ матки и придатка Где его можно сделать? Сегодня кабинеты УЗИ не редкость Они есть в большинстве государственных лечебных учреждений И, конечно же, в частных клиниках В том числе наши Сделать УЗИ придатков или матки Как правило, можно по направлению лечащего врача И по предварительной записи В частных же клиниках Вы можете пройти обследование самостоятельно Без направления Подготовка к УЗИ органов малого таза Зависит от того, какой именно метод исследования Будет использовать врач Трансабдоминальное УЗИ матки и яичников Проводится при полном мочевом пузыре Поэтому перед таким исследованием Нужно воздержаться от мочи и спускания Как минимум 2 часа И выпить около 2 литров воды Помимо этого, за сутки до исследования Из рациона исключаются продукты Вызывающие повышенное газообразование При трансфагинальном методе Также необходимо убрать из рациона Стимулирующее образование газа в продукты И наоборот посетить туалет С целью поражения мочевого пузыря При трансэрктальном методе Нужно опорожнить прямую кишку С помощью близьбы или слабительного На какой день менструального цикла Делают УЗИ органов малого таза Это зависит от того С какой целью оно проводится При подозрении на эндометриоз Оптимальным сроком проведения Будет вторая литеиновая фаза менструального цикла Начиная с 16 дня Для диагностики патологических образований Оптимально подходит 5-7 день цикла Для оценки маточных труб на проходимость Лучше всего подойдет 18-24 день Для оценки функций репродуктивной системы УЗИ проводится трижды В начале, в середине и в конце менструального цикла Если вы решили сходить на процедуру самостоятельно То лучше это сделать в период С 5 по 10 день менструального цикла Особенности УЗИ матки при беременности Одним из обязательных методов исследования Являются УЗИ матки во время беременности За весь срок вынашивания Врач назначает его несколько раз Ультразвук позволяет На любом сроке Выявить патологии развития плода Определить нарушение кровообращения Третьевременное старение плацента Или ее недостаточность Выявить повышенный тонус матки Который может привести к угрозе выкидыша Если у женщины в прошлом было кесарево сечение То УЗИ рубца на матке позволяет оценить его состоятельность Выявить патологию матки или яичников Которые могут возникнуть во время вынашивания Ребенка плода На каком сроке нужно идти на обследование При подозрении на беременность Конечно делать это сразу после задержки Нет никакого смысла Даже самые хорошие и точные УЗИ Матки и ее придатков На таком сроке ничего не покажут Рассмотреть плодное лицо Полости матки при помощи УЗИ Можно только тогда Когда его размер будет больше 3 мм Ну или около 1 см То есть примерно на 4-5 неделе беременности После самого первого исследования Существует еще 4 обязательные даты Посещения беременной УЗИ кабинета При беременности УЗИ необходимо сделать В сроке 12 11-12 недель 19 недель 32-34 недели И непосредственно перед руками Конечно же каждой пациентке интересно Как должно выглядеть нормальное УЗИ матки В расшифровке исследования Как правило указывают такие параметры Как положение органа Норма считается небольшой наклон К переди, вперед Внешние очертания Которые должны быть четкими, ровными Размытость контуров в этом случае Может являться признаков воспаления Размеры тела матки У нерожавшей женщины Это длина около 36-44 мм Тело матки, шейка матки Замеряется отдельно Ширина 32-46 мм Передне-задняя проекция 28-35 мм У рожавшей женщины Она может быть намного Немного увеличена Немного больше Чем размеры у нерожавшей Меньшие размеры Могут указывать на недоразвитие матки Если же на УЗИ матка увеличена То это может быть признаком эндометриоза Развитие нового образования Или беременности Эхогенность тела матки То есть способность органа Отражать ультразвук Которая должна быть однородной По всей структуре Что показывают УЗИ матки и кедатков Сегодня именно ультразвуковое исследование Является одним из основных методов диагностики Помимо физиологических показателей С его помощью можно диагностировать Такие патологии Как гипер- и гипоплазию эндометрия Когда его толщина не соответствует показателю Эндометриоз и рак эндометрия Это патологическое разрастание эндометрия В мышечных волокнах Которые выглядят как мелкие включения По 2-3 мм размером Толщине стенки матки При подозрении на рак На УЗИ будет отражаться Ее измененная форма Деформация наружного контура Нечеткий неровный контур Различная эхогенность Рак матки на УЗИ Может выглядеть как неравномерное разрастание С низкой эхогенностью И размытыми нечеткими контурами Полипы в полости матки на УЗИ Выглядит как образование овальной Или округлой формы С пониженной или повышенной эхогенностью На фоне неизмененного эндометрия Миома матки на УЗИ Похожа на округлые образования С четкими контурами Которые изменяют УЗИ Сигнал Помимо этого Сама матка может иметь Неравномерно увеличенные размеры И измененные контуры УЗИ УЗИ не является методом Позволяющим диагностировать Любые виды патологий Со стопроцентной достоверностью Но в совокупности с другими анализами Это исследование позволяет Быстро и точно Выяснить причину проблемы И выбрать правильную тактику лечения В нашем кожно-венегиологическом диспансере Вы можете пройти Вультозвуковое исследование Органов малого таза В том числе и при беременности По показаниям Либо с целью Трофилактического осмотра